Приветствую вас! Во-первых, давайте мы с вами подумаем так. Если у вас есть навязчивые мысли о том, что тошнит от герои, то получается, что вы видите угрозу для себя именно в еде, получается. То есть для вас угроза это вот именно что-то связанное с едой. Почему-то вы видите угрозу в этом, в том, что вы можете есть, к примеру. Вот. И, на мой взгляд, в первую очередь нужно разобраться здесь в том, как вы относитесь к еде вообще. То есть почему вы видите, например, в еде, да, вот некую какую-то угрозу, что ли, для себя, да. Если это угроза, то в чем она проявляется соответственно и так далее. Вот. Возможно здесь затрагивается тема лишнего веса. Возможно здесь затрагивается еще какая-то тема, например, тема, там, внешности вашей, того, что вам, к примеру, может, ну, не нравится, как вы выглядите. Вот. И так далее. Вот. То есть это первый момент. Потому что, ну, подобного рода мысли, да, они так просто, вот, из ниоткуда, да, взяться, ну, не могли. Это очевидно. Это первое. А второе. Вот второе. Что касается тех же мыслей, что за навязчивыми мыслями открываются определенные желания. И навязчивыми мыслей, да, это результат некоторых конфликтов, ваших конфликтов, внутренних конфликтов. Вот. Это может быть как должностование, то есть, ну, прируждение. То есть, вы себя сами, как будто, вот, к чему, к чему-то принуждаете, например. Это может быть некое желание, которое вы, которое вы себе запрещаете, считаете его, там, плохим, ненужным, ненужным, никчемным, неважным, обесцениваете его, боретесь с ним, пытаетесь подавить. Ну, в общем, в общем, в общем, да. То есть, это, по сути, это, вот, про это, это, про это, про то, как вы относитесь к своим желаниям, а то, как вы относитесь к своим, допустим, ну, потребностям, к примеру, к примеру, да. Вот. И так далее. Это очень важная история. Здесь. Неудовлетворенность различного рода и так далее. Тут это все важно. Очень важно. И вот, избавляться от мыслей, на самом деле, ну, это не совсем вариант, именно избавляться от мыслей, не совсем вариант. Это, тут, скорее, знаете, не избавляться, ну, нужно, скорее, а исследовать, что стоит за вашими мыслами. Потому что, вот, вы, как, вот, вы говорите, да, что, ну, что, избавляться, как избавиться от мыслей, так вы, вот, условно говоря, от всего, от всего, так, пытаетесь, пытаетесь избавиться. Знаете, какая, какая, какая штука, вот. Вы от всего пытаетесь избавиться вот так, да, то есть, вы от всего избавляетесь таким образом. Ну, а хорошим, хорошим, хорошим из этого ничего не получается, не получается. Нам еще, избавляясь от своих мыслей, желая избавиться от них, желая избавиться от них. Вы себе, ну, в общем, ничего хорошего, опять же, не даете, вот, потому как, вот, вы просто, ну, продолжаете, вот, себя терять, и все, как бы, вот. Вот, поэтому здесь еще имеет место быть обесцениванием, вы себя обесцениваете, обесцениваете свои желания, свои потребности. То есть, да, у вас все время, все время, а, ну, все время мысли о том, что, вот, от еды пошли, да, все время. Приделательно ли это? Ну, конечно, дело, что ничего нет, да? Но что плохого для вас в виде? Что отвращает вас в виде? Как, как, для чего она вам не приятна? что вам, что вам, вот, в ней неприятно, ну, вот, я имею ввиду, именно, вот, в еде самой, вот, можно ли это исследовать? Они, конечно, могут, можно и даже нужно, и даже нужно, и если, если, вот, разобраться с этим, то вам не нужно будет уже пытаться избавляться от своих мыслей, вам будет достаточно, ну, просто раскрыть, вот, раскрыть, вот, то, что вы хотите, и все, этого будет вполне достаточно. Но, хотите ли вы, хотите ли вы этого, вот, в чем, на мой, на мой взгляд, вопрос, готовы ли вы работать с этим, вот, все, в чем, на мой взгляд, очень, очень важный вопрос, понимаете? Вот, это то, что нужно исследовать, это то, но, это то, на что нужно обратить ваше внимание, в первую очередь, понимаете? И уже вот тогда, уже вот тогда, и будет понятно, что вы хотите, как вы хотите, почему вы хотите, ну, к примеру, вот, именно, ну, именно так, да, что вам нужно. И вот, после этого уже будет ясно, можно ли вам помочь, и если можно, то так, вот. Вот, это то, что я могу сказать вам с точки зрения профессиональной психотерапии, вот, и, соответственно, вы можете поработать с любым экспертом, который вы выберете на нашем ресурсе, который вам понравится, которому вы доверитесь, и, соответственно, проработать с ним те вещи, которые вас беспокоят, вот, я думаю, так. На этом все, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok